так всем привет это я сегодня с утра ходил в магазин за хлебушком ну и хочу продемонстрировать тот мой малый пленэрный набор с которым я хочу хожу магазин вот такой вот мини рюкзачок и ну не знаю планшетка барсетка такого маленького размера что в них находится я покажу собственно это вот тот минимальный набор который я практически всегда с собой ношу тем не менее здесь вмещается очень много сейчас я все это продемонстрирую в этой барсеточки который можно одевать и на бок и вот так вот обычно я ношу она еще удобна тем что на нее легко опирать планшетик когда рисуешь когда ее одеваешь вот на грудь вот таким вот образом что здесь у меня есть в этих двух сумочках небольших в общем-то по весу тоже небольших кармане еще кстати говоря мой надежный всепогодный фотоаппарат fuji ну и конечно другом кармане моя любимица коровка которая мне везде помогает значит сумочка совсем легкая и тем не менее там стульчик очень надежный из всех там я не знаю десятку стульчиков я выбрал вот этот как самый легкий самый крепкий папка сделаны из гофрокартона тройная она имеет определенную жесткость и а внутри вот два блока в данном случае два блока склеенных акварельных акварельной бумаги а эта папка раскладывается таким треугольником это резиночка которая на ней вот и и закрепляет получается жесткая такая призма треугольная которую можно использовать для разных целей и подставка пока подставка для рисования вместо штатива который я в данном случае не беру или как подставка для но столик для красок также у меня сумочки лежит мини набор акварельный мини набор это тонкая школьная акварель и несколько кисточек и там же у меня термос полулитровый с кипятком который у меня тоже универсальный это можно и пить и в то же время я использую для акварели вот барсеточка папочка там а пятого формата акварельная бумага или какая-нибудь другая нарезка которую я рисую и там у меня ну там у меня есть документы секрету скажу и кошелек там лежит вот и там вот да и там же у меня минимальный набор карандашиков верни карандашиков а там ну а наборе об этом я отдельно расскажу может когда-нибудь это у меня там самодельная ручка чернильная потом кисточки наполняемые с чернилом и спрей спрей как его господи поливеризатор мини поливеризатор который вот воду у меня распыляет баллончик с водой маленький два карандаша кисточка с чернилами кисточка с серыми чернилами то есть чернила с водой средний тон гелевая ручка и перевая ручка и обычный карандаш и а да карандаш толстый графитный и обычный карандаш и вот спрей да вот что мы видим да вот эти вот ручки кисточки я практически все сделал сам из разных деталей собирал так как мне удобно об этом я тоже отдельно расскажу также у меня все в этой же сумке лежит еще вот такой очень удобный штативки который я тоже рационализировал потому что я вот сделал резинку на которую крепится теперь у меня и фотоаппарат и смартфон и это крепление гораздо удобнее с помощью резинки если будут интересующие тоже расскажу как это все делается это крепится гораздо удобнее чем у штатного варианта который заводской продается ну вот этот набор кроме того у меня там еще и кофе обычно пакетик вот все что мы имеем все о чем я рассказал ну а сейчас приступим к рисованию звук по моему получился очень плохой сейчас проверим ну вот сейчас попробуем минимальным набором нарисовать то что перед глазами потому что я всегда говорю что ну по-хорошему художник может рисовать и должен рисовать вообще все что его окружает и главное рисовать не что а как форма вот для меня важнее содержание в общем то если говорить только о самом вот о самой сути изобразительного искусства содержание она есть во всех проявлениях человеческой жизни в литературе и в искусстве я имею ввиду и литературе и везде везде в сюжете а вот форма она исключительно та форма в которой мы работаем изображение на плоскости это присуще только графике и поэтому для меня как для художника на первом месте стоит мое ремесло в данном случае мое искусство графическое она может применяться к чему угодно да как спеть можно о чем угодно как написать можно о чем угодно покрасить можно цветом о чем угодно рассказать можно о чем угодно и ту или иную специфику выделяет форма график рисует графический живописец рисует пишет живописно красит скажем так я уже рассказывал про разницу между писать и рисовать и красить вот но это отдельный разговор а я вот сейчас вот то что здесь вот оказался в этом месте почти случайно с помощью набора который мы назовем минимальным до моим планерным набором я изображу очень быстро вот то что я перед собой вижу один может быть два я не люблю рассказывать но сейчас попробую может быть получится трудно конечно говорить о мысли которая возникает ну это же это вот собственно и есть процесс да я вот сейчас хочу нарисовать то что я вижу здесь зачем ну для того чтобы найти вот эту формулу я всегда говорю того что я вижу формула она может быть либо линейно-пластическая объемно-формальная да либо живописная формула в общем разные задачи могут быть ведь одной линии тоже можно формулу какого-то места сделать да без цветовых нюансов и особенностей можно вводить цвет это уже другая формулировка можно тональные какие-то светотеневые вот живопись настоящая скажем так полноценная она по идее включает все разведок вот там трамвай ходит я им конечно завершил вот уж он вот тут машинки стоят нет трудно говорить вот все таки может быть я попробую когда будет монтировать видео я попробую прокомментировать а когда работаешь и болтать трудно все таки не такое это безумное занятие потому что все-таки решает задачку и в голове мысли то другие ну попробую все равно вот в данном случае у нас свет слева идет да я не знаю если не вдаваться я всегда и говорю что я честно говоря вот честно говоря это мой недостаток я часто путаю но это поиск я когда работаю я не ставлю перед собой четко четко задачу это неправильно а с другой стороны ведь задачу четко нужно ставить я говорю что я занимаюсь джазом вот у меня есть тема и я ее начинаю аранжировать уж как это аранжировка пойдет но можно задаться осмыслить его развитие а можно идти вслед за формой вот она у меня тут есть она у меня рождается сама по себе из того что я вижу да это тоже интересно хотя можно было бы в этом маленьком даже из физики поставить перед собой светотеневые например задачи вот я начал линейно вернее пятнами потом значит соединил это с линейными вот я сейчас думаю и не знаю надо или не надо или мне ограничиться такой вот формулы линейной или все-таки начать показывать и искать скажем так отображение вот этих теней в данном случае темных пятен как они располагаются здесь в натуре и у меня на листочке вот там вот я буду сейчас объяснять вот там стволы до деревьев я вижу они такими черными а между ними между стволами явно прослеживается светлые участки ну как в лесу за деревьями говорят лесные люди и как-то да ну там дом стоит мы его конечно вот тоже интересный вопрос ну да нарисую все таки дом опять же степень прорисовки какая она тоже интересный вопрос до какой степени рисовать детали до какой степени точности рисовать детали это вообще вот это все решается спонтанно ну экспромтом вот и здесь конечно главную главную роль играет не рецепт здесь вот в решении этих задач этих загадок решение этих загадок принимает первое первое что принимает участие это уже вкус вкус даже не опыт а именно вкус и поэтому собственно рисование оно основано на двух на двух аспектах ремесленно ну то есть понимание что рисуешь зачем и чем а второе вот этот отбор отбор это уже элемент конечно меня люди отвлекают они часто подходят начинают мешать но сегодня более-менее деликатные люди второе что я должен решить здесь вот в этой сегодняшней вот эти это же памятник у нас да вот он черный черный такой наш монумент я его не особенно стесняюсь рисовать черный но это привет Димкову Сергею по моему он кажется автор боюсь ошибиться но кажется он автор вот он мне площадь испортил на поч я уже об этом рассказывал где то что раньше это была великолепная радостная площадка где детишки были летом вот здесь вот на этом месте вот вся площадь была это огромная клумба как на сквере Кирова огромная была клумба и настроение это было радостное интересное было настроение здесь люди действительно отдыхали это было такое рекреационное место отдыха место такого радости наши архитекторы вот сделали из него место скорби да писал уже что когда попытались здесь здесь же стояла елка всегда на новый год на месте вот этого памятника черного обелиска черного обелиска да стояла стояла елка новогодняя после того как поставили вот этот вот надгроби вот это вот то все закончилось на этом праздники все на площади праздники закончились площадь превратилась у нас в кладбище да сюда приезжают воины интернационалисты вопрос тоже кстати интересный вот почему площадь декабриста улицы декабрьских событий вот а памятник воинам интернационалистам я спрашиваю ну здесь что хоть один интернационалист жил в этом вот доме в соседнем или в каком или что то нет просто вот ну застолбить место да простят меня воины интернационалисты но ведь для них для почтения памяти наших воинов которых было много да у нас же есть специальное место великолепное место возле вечного огня там в центре на площади на сквере Кирова и далее сейчас она уже я забыл спиранского называется или там она иначе называется там есть вечный огонь там есть как раз то место где почитали всех воинов погибших в великой отечественной войне ну понятно да и зачем нужно было в центре города портить место великолепный отдых это уже вопрос нашим ну вот там у нас вот шпиль тоже ну вообще вот эта несуразность вот этот ансамбль он конечно требует отдельного разговора вот что это за шпиль для чего это же искусственная какая-то вещь то есть этот шпиль не исполняет никакой роли все вот эти цилиндры этого монстра Сбербанка нет все он не понял да я вот угловатые дизайнерские вот эти вот какие-то придумки архитектора разгул фантазии называемые ну я естественно не буду рисовать это все это все у меня будет схематично я потом когда-нибудь буду более подробно рисовать это место и более подробно расскажу свое отношение ко всему к этому а сейчас наверное достаточно я всегда не знаю вот пользоваться ли мне тушевкой так называемой растушевкой вот так вот пальцем я провожу ну вот октябрь я начал замерзать значит надо будет вот рисовать такие короткие зарисовки для чего я их делаю это отдельный разговор ну что-то получилось по крайней мере для того чтобы продемонстрировать этого достаточно я думаю конечно конечно здесь можно еще долго и долго долго копаться долго-долго искать какие-то какие-то нюансы ну вопрос времени вопрос цели какая была у нас сегодня цель давайте я честно признаюсь я не знаю я просто хотел продемонстрировать как вот этим набором можно рисовать вот такие вот городские скетчи так называемые ну вот наверное в данном случае это этому рисунку который я сделал вполне уже можно применить это слово хотя я стараюсь не использовать вот конечно ни тень ни свет мы здесь не показали мы но зато я нашел здесь какие-то собственные собственные моменты интересные пластические которые сами по себе вне зависимости от времени года вне зависимости от времени суток характеризуют это место вот как можно сказать да то есть это место можно характеризовать вот там скамеечки это они достаточно характерны для того чтобы характеризовать это место для того чтобы ну как бы сформулировать пространственно временную задачу которую которой я нахожусь сформулировать пространственно временную ситуацию в которой я нахожусь. Вот, собственно, задача-то моя – сформулировать пространственно-временную ситуацию. Зачем? Ну, для того, чтобы себя в ней обозначить. Там вот крест стоит, кстати говоря. Ну, давайте я нарисую этот несуразный крест. Там же еще вот крест есть. Еще одна. Боюсь я обидеть, конечно, наших православных. Они обидчивые такие. Да, ну, ладно, промолчу. Вот так вот. Здесь взять вот крест, воркнуть на цивилизованной площади, там, где дети, где… Ну, не знаю. Ну, давайте тогда все сюда снесем. Ладно, это отдельный разговор. Болезненный для них. В общем, ну, в принципе, это хватит, наверное, да? Ой, я нарисовал самое главное. Самое главное. Там, значит, вот такая штука, а вот самое-то главное – у нас вот эти вот листочки, которые висят сверху. Вот. А и рябинки, да? Вот они. В принципе, вот этого достаточно для многих целей. Для того, чтобы, подправив композицию, потом, в принципе, сделать можно и акварель с нее, по ней, да? Вот. Вот. Да. Вот. Надо смелее делать такие вещи. Вот. Мы же видим, как эти веточки, эти листочки попадают сюда. Если бы я это делал акварелью, я бы это сделал какими-то такими дрызгами более свободными, более естественными. Моя вот коровка, которая ходит со мной, она, наверное, уже все это понимает лучше. Ну, и сама может рассказывать. Вот. Вот. Если бы у нее были ручки побольше, да, она бы рисовала этими карандашами, рядом сидела. Ну, в общем, могу я ей, конечно, карандашики поменьше подарить. Но я ей не дарю, потому что она мне будет мешать. Ну, в общем, будет мешать, но надо с ней договориться. Дать ей тоже бумагу, да, ручку, чтобы она тоже рисовала. А, ближе. А я начал замерзать. Поэтому я... И вот эти вот распределения белых, черных линий, пятен. Как это все увязывать? Это же интересный вопрос. И опять, вот время есть, можно это рисовать, рисовать даже на миниатюре. До бесконечности. И я очень хочу показать, что, ну, не только с продажной сути, например... Что есть интерес не только работы, вот... Не только для продажи. Ну, разве можно, вот, найдется ли человек... Только очень, очень тонкие ценители, понимающие, как бы, вообще графику, Могут приобрести. Да, вот там вот такая вот... Что это за дерево? Я вот не ботаник, сосна. Ну, вот. Она такая вот явная. Да. Ну, она там к месту. Вот и кустики у нас. Если бы я не замерзся, сейчас я уже замерз, и вообще цель моя была сделать что-то быстрое. Вот. Я бы здесь кое-что подзавел, не буду ума, но, в принципе, что-то получилось, да? Память не получился. Конечно, я там не нарисовал вот того столба, который там торчит. Ну, можно его вот так вот наметить. Вот. Вот там. Вот эти вот усы такие. Вот. Ну, вот такое накромождение формы. Я, честно говоря, когда рисую, я уже перестаю иногда заботиться даже о какой-то гармоничности, поскольку... Ну, а что делать? Если сами архитекторы наши совершенно не заботятся о гармонии, ансамблю, да, они абсолютно же не заботятся о... Вот делая все это, нету единой воли, нету единой власти, нету единого... А здесь же, делая что-либо, должно быть какое-то единое власти. Ну, оно может быть коллективным, то есть это может решаться с помощью того самого градостроительного совета. Ну, я не знаю. Мне так громко, так вот обиженно там один член градостроительного совета написал обиженное письмо, что, мол, вот как ты смеешь нас критиковать, мы все такие заслуженные, мы все такие крутые, я вот член градостроительного совета, там, да... Ну, хорошо, прекрасно, я рад за вас, градостроительный совет. Ну, где результат-то вашего градостроительного совета? Это вот это вот, то, что мы посетиместно видим, но вот это отсутствие ансамбля, что-ли? Это, что ли, совет ваш? Вот это вот. Вот такой черный монумент у нас получился. Черный монумент, крест, кладбище посредине города. Что еще можно сказать про работу нашего градостроительного совета? Или кто там все это определяет? Каким должна быть площадь декабристов, да, в центре города Иркутска? С черным крестом, с надгробием, монументом. Вот, ну, вот так вот они решили, что так будет лучше для иркутян. Вот теперь все, кто мимо ходит, по-хорошему, должен кланяться. Ну, поклониться, да, погибшим воинам. И сегодня у нас, если не ошибаюсь, 10 число. Спасибо. 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 Спасибо.